Зинаида Межевич полгода назад на своем балконе установила раму. В течение этого времени конструкция два раза падала от ветра. Индивидуальный предприниматель, который является исполнителем, исправлять недостатки не торопится. В договоре своего адреса почтового он не указал, куда можно обратиться с претензией письменно, а на телефонные звонки просто игнорирует. Что делать в такой ситуации и где искать правду, узнаем прямо сейчас. Это уже второчно вырывается этот вот рамы балкон на один раз, выложила одна створка, а это две. Ветер вот падает, она пляшется и падает. Вот они стоят две. Как они еще не побились, и как они на улицу не выпадают. Я кричала крыком, на всю улицу кричала. Я ходила в этой дня, сразу же пошла. Я в пятницу ждала, а никто не приехал. Я в субботу пошла к ним, туда, в дом быта. Они никто не приехал, никому не надо. Сегодня еще обратно звонила, и муж звонил, и каждый день уже мы на телефон сколько денег выложили. Есть такие понятия, как гарантийный срок и срок службы. Срок службы – это срок, который предусмотрен, исходя из функционального назначения товара или результата работы, в течение которых изготовитель или исполнитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования по назначению и нести ответственность за недостатки, возникшие по его вине. А гарантия – это календарный срок, который предусмотрен законодательством или договором, в течение которых товар или результат работы должен соответствовать требованиям к его качеству. Если работа была выполнена некачественно, срок гарантии продлевается и осуществляется с момента принятия заказчиком работы. Согласно закону, каждый день просрочки, как мы говорим в обиходе, после 14 дней может предъявляться, скажем так, потребителям в судебные инстанции для получения морального и материального ущерба. Если у изготовителя есть торговая точка, претензию к качеству работы можно оставить в книге замечаний предложений или отправить по почте с письменным уведомлением. Когда исполнитель не идет на контакт по телефону, а почтового адреса просто не указал, можно установить его координаты. Для этого необходимо обратиться с заявлением в райисполком, милицию или Единый государственный регистр. Это находится в Минске, Единый государственный регистр, Минск, улица Кальварийская, 10, адрес это по почте можно обратиться, или поехать лично на улицу Кальварийскую, дом 2, вот корпус 1 и комната 705. Далее, самое главное, куда еще обращаться? Разумеется, в суд. В каждом договоре, если такой договор есть, есть пункт. В случае спора, стороны имеют право защищать свои интересы в судебном порядке. И все спорные ситуации, если они возникают, решаются также в судебном порядке, и каждая из сторон может расторгнуть договор по причинам, которые ее не устраивают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!